Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что у вас происходит. Итак, у меня такая ситуация. После расставания с папой, он какое-то время гулял в компании двух девочек. С одной из согласия, о чем позже мне сознался и позелел. Ага, смотрите, у нас тут у вас произошло расставание с папой. То есть в ваших отношениях с ним были какие-то проблемы, из-за которых вы расстались. То есть это не так просто, что салли, расстались, непонятно почему и так далее. У вас именно какие-то проблемы были. Ну, может быть и какие-то проблемы и из-за сих пор. Это неизвестно. Еще. Вот. Но, в любом случае, по какой-то причине вы расстались. Соответственно, первое, с чего нужно начинать разбор вашего вопроса, это с того, почему вы расстались. Почему вы расстались с мужчиной, из-за чего вы расстались с ним. Это понятно. В зависимости от того, какие причины расставания вашего, уже, соответственно, можно говорить о том, какие у вас отношения. Если у вас будущее, ну и так далее. Далее. Значит, он какое-то время гулял в компании двух девушек, с одной целовался, в чем позже мне сознался и поселел. Так, ну, соответственно, здесь такой момент будет. Что заставило его соревноваться вам? Зачем он это сделал? Подносил вам. Вы, получается, что? Поминились. Вы, получается, что? Сошлись. Опять. Это хорошо, что сошлись, вы молодцы. Но. Вопрос в другом. Осталась ли проблема? По которой вы расстались? Если проблему не решить, то, рано или поздно, она даст о себе знать. Я надеюсь, вы это понимаете. И, соответственно, вы не пишете здесь о том, Как так получилось, что вы сошлись? Почему мы сошлись? Ну и так далее. Этой девочке он сказал, с которой целовался, что ничего нет и не будет между ними. Но она оказалась глупой и все равно продолжала строить глазки. Ну, это вы, конечно, очень категорично судите о том, что она оказалась глупой. Ага, тот факт, что она не захотела Пригнавать Своё поражение Ну, Именно По отношению к парню Не говорит о том, что она глупая Договорит скорее о том, что Она настойчивая Она упорная Она готова добиваться своих целей Вот это да То, что она глупая Боюсь вам сказать скорее так Хочется думать Вам хочется думать, что она глупая Потому что так легче Не представлять её своей конкуренцией Возможно Ну, вероятность всего Вероятность всего так Ситуация складывается Но опять же По большому счёту Это у вас Попытка Принизить её И вопрос Включается в том, только Для чего Зачем Вам Её Принесать Чтобы Чувствовать себя комфортно Правильно Ну Скорее всего так Возникает Следующий вопрос Вопрос А Почему Вы Не можете Решить У себя Комфортно Без Принесения Женщины Этой Потому что Вы начинаете В себе Сомневаться Вот Собственно И Момент Если вы Себе Сомневаетесь То Почему В чём Получается Что вы Не уверены В себе Получается Что вы Боитесь Чего-то Получается Что Вы Боитесь Например Потерять Сладого Человека Да А Откуда Страх Почему Он Вообще Имеет Место Быть В Отношениях То есть Если Вы Боитесь Потерять Вашему Мужчину То Значит Вы Несвободны В отношениях Если Вы Несвободны В отношениях Значит Вы Не можете Продвигать Свою Адекватную Позицию В них А Это Значит Что При Формировании Вашей Позиции Возникают Проблемы Ну Или Могут Возникнуть Проблемы И Вы Не Можете Быть Собой Не Имея Возможности Быть Собой Вы Спасните Дел Либо Уходите В невроз То есть Являетесь Не тем Кто Вы Есть Не той Кто Вы Есть Либо Пытаетесь Человека Подчинить Себе Что Опять Ж Не Есть Хорошо Для Отношений Дальше Это Так Потом Какое-то Время Она Не Провнялась В Этой Компании И Сейчас И Когда Мы Сосли Снова Она Вдруг Опять Начала Приезжать Туда Где Есть Он Ну Правильно Правильно Она Она Не прекратила Попытки Завоевать Его Все Правильно Все Правильно Она По-прежнему Хочет Чтоб Он Был Ее По-прежнему Хочет Чтоб Ваш Парень Как бы Был С ней Вот Ну А Вам Естественно Это Неприятно Почему Ну Ответ Простой Либо Вы Не доверяете Своему Парню Ну До конца А вот Либо Вы Не сомневаетесь В себе То есть У вас Есть Какая-то Доля Неуверенности В себе Может быть Если это так То С неуверенность В себе Нужна работать Если так То Неуверенность В себе Нужна прорабатывать Так Я конечно Понимаю Что это Прошло И нужно Уже Забыть Об этом И делать Вечер Так И есть Нет Ну Если вас Это тревозит То Знаете Забыть Не получится То есть Нужна Все-таки Ага Если вас Это тревозит То Это Средно И Что значит Забыть Вам Что-то Беспокоит Значит Это Не в прошлом Для вас Это Не в прошлом Для вас Это Более Чем Настоящим И Делая Вид Что Вы Например Забыли Что-то Ну Вы Обманываете Во-первых Себя Во-вторых Своего Молодого Человека И Я Не думаю Что Это Правильная Позиция Ваш Ну С вашей Стороны Так Что Здесь Стоит Признать Что Вас Эта Стоит Беспокоит Здесь Стоит Признать Что Вас Она Напрягает Здесь Стоит Признать Что Вам Она Не Нравится Здесь Стоит Признать Что Вас Она Задевает И Если Вы Ну Если Вы Признаете Для себя Этот Этот Момент То Я Полагаю Что Будет Гораз Лучше То То есть Так Стоит Мере Признав Признав Проблему Вы Не Будете Избегать Понимаете О чем Мне Пришла Если Вы Не Будете Избегать Проблемы То Вы Сможете Скорректировать Своё Поведение Поведение Так Чтобы Действовать Исходя Из Проблемы И Если Вы Будете Исходить Из Проблемы То Вы Сможете Ее Решить А Пока Ситуация Такова Что Вы Ее Не Столько Решаете Сколько Просто Бежите От Не И Отсюда Отсюда Проблемы Как Раз Такие Вот То Я надеюсь Понятно Что Избегать Проблемы Не Нужно Пытаться Делать Что Все В Порядке То Что Не Нужно Младому Человеку Лучше Сказать Что Так И Так Меня Вот Беспокоит Меня Беспокоит Вот Тот Кто Нам Приезжает Нужно Нужно Быть По Большому Счету Честной С Молодым Человеком Если Вы Хотите С ним Отможение Выстраивать То Нужно Быть Честной С Ним Доверять Ему А Если Не Доверяйте Это Уже Куда Более Средная Проблема Если Вы Не Доверяйте То Я Полагаю Что На Это Есть Причина По Которым Вы Не Доверяйте И Если Вы Не Доверяйте То Это Либо Его Проблема Либо Ваша Но В любом Случай С Этим Нужно Будет Делать Так Или Иначе Проблема Сама Собой Не Разрешит В принципе Так Ее Присутствие В нашей Компании Меня Напрягает Как Я От качества Вспоминаю И Куршу Этим Себе Нерв Ну А Вот Что Вы Вспоминаете Вот Конкретно Что Вспоминает Что Вы Вспоминаете Как Парень Гулял С ними Например Но Вы же С ними Остались И Фактически Измены Не было Если Я Правильно Вас Понимаю Он Мог Делать Это Он Имел Полное Право Это Делать Да Это Было Неприятно Но Он Мог Это Делать И В общем Это Не Было Изменой Вам Это Не Было Изменой Ни В коем Случше Так Что 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 Вас Напрягает Что Именно Плохого Вы Вспоминаете Так 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 Плохого Вспоминается Что Это Портит Вам Нервы Вот Постарайтесь Подумать Об этом Постарайтесь Ответить на этот вопрос Что Так Вспоминается Что Вам Это Портит Нервы И Понимаете Ли Вы Что Это Проблема Она Ваша Исключительная Это Не Проблема Молодого Человека Потому Это Молодой Человек Он Скорее Сво Забыл Уже Все Он Забыл Что Был А Вы Помните Значит Ситуация Не Разрешена До Конца Если Ситуация Не Разрешена До Конца Значит У Вас Осталось Либо Нелеговоренность С ним Либо Не Уверен В Себе И Нелеговоренность С ним В общем и целом Решается Довольно Легко Нелеговоренность С ним Решается Ну Собственно Разговором С ним Как бы Это Парадоксально Не Звучало А Вот Неуверенность Себе И Страхе Это Работа С психологом Потому Что Это В Вас Скорее Чего Было Еще До С Того Как Вся Эта Ситуация С Молодым Человеком Началась Вы Понимаете Тут Довольно Мало Информации О Вас Идет Чтобы Как-то Иметь Возможности Предполагать Но Тем не Меньше Тем не Менее Тем не Менее Я думаю Что Не ошибусь Сильно Если Скажу Вот То Что Сказал Дальше Как Себя Перенатроить Так Чтобы Не Ее Присутствие Не Ее Подруг Не Ее Подруг Которая Так Не Настраивалась Панель Против Тогда Против Меня Меня Напрягали Вообще Есть Какие То Психологические Приемы Чтобы Присутствие Неприятного Тебе Человека Можно Было Нормально Провести Время Не Замечая Ух Его Вот Для Этого Надо Понять Чем Именно Человек Вас Надевает И Представь Возпринимать Это Так Это Его Вина Это Он Вина Знаете На самом деле Это Ответственность Ваших И Как Бы И Именно Ваша Ответственность Именно Ваше Восприятие Привело Вот К тому Что Человек Приводит На вас Такое Впечатление Понимаете Да То есть Момент Здесь Такой Что Дело Не В нем А В вашем Восприятии Вот Что Дело Так Что Может Психологический Прием Только Изменение Отношения К тому Что происходит И понимание Того Чем Человек Задевает Вас Я Думаю Что Это Как Бы Знаете Люди Указывают Вам На Ваши Слабые Места И Соответственно Вам Это Не Нравится И Из-за Этого Вы Испытываете Разражение Соответственно Что Это Слабые Места Откуда Они Берутся Как С ними То С ними Делать Можно Решить После Анализа Этого Анализа Вашей Жизни Уже При Более Подробном Разговоре На этом Все Надеюсь Помог Вам Если У вас Остались Вопросы Бежите В личку Буду Распомочь Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Самого Доброго И Удачи